Здравствуйте, меня зовут Марина Чайка, а это мои дети Мария, Сергия, Дарья и еще и София есть младшая дочка. Я жена Артема Чайки, старшего сына, бывшего генпрокурора. Это видеообращение, какое бы оно странно вам не казалось, но оно от отчаяния дело. Я просто женщина, которая хочет развестись со своим супругом Артемом Чайкой. Мы прожили с ним 21 год и у нас четверо детей. А сейчас наша спокойная жизнь с детьми стала под угрозой. Я не делю с ним имущество, я не хочу ничего от супруга, я хочу, чтобы мне выдали хотя бы паспорт, потому что у меня уже нет почти два месяца. И вы это не ослышались, потому что я вынуждена из-за этого подать в суд. И также я хочу получить свои документы у нотариуса Голодного Ирины Юрьевны, который мне тоже не выдает, так как говорит, что нет паспорта. Она не имеет права мне выдать, хотя она обязана выдать, это все подтверждают другие нотариусы. Но вот она считает нужным, что по-своему как бы решать с моим документом. И я просто уже как бы понимаю, что у меня идет в адрес моей семьи угроза и обещание отобрать детей, потому что у меня были органы опеки, которые дали понять, что в суде они будут защищать мужа. Я просто хочу жить без угроз. И я прошу прессу и всех людей поддержать меня. Обращение я делаю только потому, что никаких больше прав, кроме права на публичную защиту у меня не осталось. И большой опасности я и хочу, чтобы не было никаких угроз. И на данный момент, благодаря мужу, я являюсь бесправной, так как без документов. И поэтому, потому что он пользуется безограничной властью и давит на все органы, как я понимаю. И пожалуйста, я молю и о защите, и о помощи. Помогите мне. Мы понимаем, что в этой трудной, сложной, непростой ситуации сейчас может быть все различные вбросы информации от совершенно посторонних людей о том, что наша мама сумасшедшая, ненормальная. Но она абсолютно нормальная, адекватный человек. Она любящая мать своих детей, она всю жизнь посвятила нашему воспитанию, всегда грудью за нас стоит. И поэтому в этой сложной ситуации мы также ее хотим защитить, поддержать и справиться с этой ситуацией. И хотелось бы сказать, что она отказалась от всех квартир, от всего имущества. Просто чтобы ей дали развод, и она смогла жить нормально, без всяких угроз. Ведь она нас растила, она нам давала свою любовь, заботу, поддержку, всегда сочувствовала и давала наставления. Но даже после прихода опеки, когда нам четко дали понять, что опека будет на стороне папы, пожалуйста, папа, не разлучай нас и нашу младшую сестру. Мы ее очень любим. И мы хотим, чтобы все это наконец-таки закончилось. Дай маме развод, дай нам жить спокойно.